Пианист-интеллектуал Николай Луганский выступил на фестивале «Русская зима». Исключительную по сложности программу составили произведения Шнитке, Равеля и Моцарта. На 44-м фестивале искусств «Русская зима» пианист Николай Луганский играл в сопровождении Государственного симфонического оркестра имени Светланова под управлением Марка Горинштейна. Луганский недавно вернулся в Москву и намерен встретить Новый год, как он выразился, в российской глухомане – у печки. Горинштейн, наоборот, после концерта отправится в Вену, где его ждут и дела, и праздник. Репортаж Елены Озеровой из Большого зала столичной консерватории. Билеты на этот концерт были проданы еще за неделю. Хорошей программы, любимые исполнители – вот простой рецепт аншлага. Я думаю, что я только больше и больше буду играть Моцарта. Мне кажется, что это один из самых близких мне композиторов. Концерты Моцарта в репертуаре Николая Луганского уже давно, а леворучный концерт Равеля появился только три месяца назад. Написанный по заказу Витгенштейна, пианиста, потерявшего правую руку в Первой мировой войне, он не так часто исполняется. Хотя и написан для одной левой, концерт непростой. Я не думаю, что с правой рукой это играть удобнее. Правой рукой иногда удобно взяться просто за границу рояля, за деревяшку, чтобы держать равновесие. Но подыгрывать правой, нет, вы знаете, настолько написано блестящее. Ощущение, что писал вот самый великий пианист, хотя очевидцы говорят, что он не был таким виртуозом. А после антракта музыка Альфреда Шнитке. Композитора, писавшего и трагическую музыку, и такую, которую нельзя слушать всерьез. Она вызывает улыбку. У него с юмором было все хорошо. Он, знаете, его когда-то, встречая в Рузе, в доме композитора, спросили, что ты пишешь сейчас, что ты делаешь? Продолжаю шутить. Редактор субтитров А.Семкин